Все проголосовали за регистрацию всех партий, которые неделю назад подали документы для участия в досрочных парламентских выборах. На рассмотрение Центра избиркома отводится неделя, поэтому избирательный бюллетень может пополниться еще несколькими именами. Официально же, зарегистрированные отныне, имеют право проводить избирательную кампанию. Все как один уверены, депутатских кресел достойны именно они. Уважаемые представители электоральных конкурентов, сообщаем вам, что решения о регистрации тех документов, которых мы рассмотрели, подписаны. Через несколько минут вы сможете получить заверенные копии. Желаем успехов компании. Таким образом, Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала в предвыборной гонке первых шестерых претендентов, подавших документы неделю назад. Это избирательный блок «Коммунисты и социалисты», партия «Дома строим Европу», партия коллективного действия «Гражданский конгресс», блок Рената Усатова и партия «Шор». ЦИК также зарегистрировала избирательную символику кандидатов для печати в бюллетенях для голосования. В предыдущем законодательном органе вы и ваши коллега были лишены неприкосновенности и обвинялись по различным делам. Заслуживают ли господин Уланов и госпожа Таубера войти в состав парламента следующего созыва? Безусловно. На примере моей уважаемой коллеги Марины Таубера уже видно, что произошло со снятием иммунитета Регины Апостола и Марины Таубера. Прокуратура признала свою ошибку. Я уверен, что в этой ситуации будем мы все. И мы вперед идем с высоко поднятой головой. А вот претендентка на кресло законотворца от партии «Шор» Марина Таубер не применула пригрозить журналистам судом. Мы внимательно проанализируем все заголовки ваших новостей и оставляем за собой право, в случае чего, подать на вас в суд. Не оказалось по нраву будущей возможной народной избранницы и вопрос, будет ли возглавляющий список кандидатов от их политформирования Илон Шор присутствовать в стране в период избирательной кампании, равно как и на самих выборах. Нам решать, как вести себя в избирательной кампании. Выбор сделает гражданин. Вы претендуете на государственную должность, госпожа Таубер, и прошу вас ответить на заданные ранее вопросы. Я очень красиво ответила. И лидер партии «Добостроем Европу», ранее публично обвиненный в причастности к схемам контрабанда алкоголя и сигарет в период правления демократов, но всячески это отвергавший, заявил, что достоин попасть в парламент. Экс-глава генинспектората полиции отметил, что намерен навести порядок, чтобы наркоманы и бандиты, по его словам, не попали в ключевые государственные учреждения. Мое моральное право, как гражданина и лидера партии, навести порядок в стране. А почему вы не навели порядок, когда возглавляли ГИБ? Как была контрабанда наркотиков, так и осталась. Это ваша интерпретация. С сегодняшнего дня начинается избирательная кампания. Зарегистрированных кандидатов на выборах на днях и документы для участия в предвыборной гонке подали еще два политформирования. Это Демпартия и движение профессионалов «Спиранц Надежда». Проверить поданные документы ЦИК должен в течение семи дней. Впрочем, не все спешат в Центр избирком с документами для регистрации в предвыборной кампании. Так, лидер партии «Платформа достоинства и правда» Андрей Анастасий дал понять, что откладывает подачу документов, чтобы дать время другим, возможность к ним присоединиться. Список кандидатов в депутаты от ППДП, если таковой будет, Андрей Анастасий не назвал. Вы будете первым в списке? Первой в списке будет команда «Платформы.да». Крайний срок подачи документов для участия в досрочных парламентских выборах – 11 июня. Сами выборы назначены на 11 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова